Здравствуйте! Сегодня у нас будет увлекательный урок, который мы посвятим каллиграфическому рисованию. Мы с вами нарисуем вот такую удивительную рыбу, она может быть еще вот такая, и еще множество вариантов я вам покажу чуть позже. Наша задача сегодня это попрактиковаться, естественно, в каллиграфии, отработать базовые элементы, понять, как работает перо, принцип работы с пером, для того, чтобы в дальнейшем, видя какие-то иллюстрации, вы понимали, откуда начинать, какие-то фишки и особенности, и вы могли, как бы, можно так сказать, прочитать каллиграфию. Следующим этапом после отработки, после того, как вы узнаете все нюансы и секреты, это нарисовать рыбу, это, конечно же, попрактиковаться, создать, возможно, кто-то из вас захочет создать, нарисовать свою рыбу. Пожалуйста, здесь я тоже не ограничиваю. Вы можете экспериментировать, вы можете использовать разные цветные туши, акварели, в таких вариантах. Вы можете брать цветной акварель и после делать наброски, чтобы появились вот такие потеки. Вы можете делать изначально акварельную заливку, а после уже нарисовать рыбу. То есть, вариантов я вас, опять же, не ограничиваю. Пробуйте, экспериментируйте, так вы открываете и узнаете себя, свои возможности, вдохновляетесь и делаете уникальные вещи, и вообще, в принципе, делаете мир лучше. Под видео есть все вспомогательные материалы. Пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь. Я, думаю, провела мастер-класс более чем для ста, потому что действительно больше человек. И видела, как увлекает и процесс, и как появляется вообще интерес к каллиграфии. Поэтому это такой, вроде бы, кажется и простой урок, но на самом деле здесь есть свои нюансы и какие-то сложности. Но от работы все это у вас обязательно получится. Поэтому давайте будем приступать. Поехали. Для работы, конечно же, нам понадобится параллель ПМ 3,8 мм. Понадобится также, ну, у меня будет жидкая акварель синего цвета и чернила. Вы можете самостоятельно заправить картридж, либо же использовать какой-нибудь цветной картридж. Это уже на ваше усмотрение. Для начала я расскажу подробнее про наши элементы, которыми мы будем пользоваться. Ну, первое, с чего, конечно же, мы начнем, это просто наши базовые штрихи, которые мы пишем под углом 45 градусов. Так, не забываем, что у нас срез 40-45 градусов. Вы можете себе, чтобы вам было удобно, если вы вдруг раньше никогда не писали, то нарисовать угол 90 градусов, поделить его пополам и потом уже ориентироваться, вот так, например, прикладывать и проводить вертикальные штрихи. Пробуйте писать штрихи с разной длиной, короче, длиннее, вот. Дальше, следующим этапом это будут наши штрихи с пластика, хвостик, плавнички. Здесь тоже мы ставим инструмент под углом 40-45 градусов и проводим наклонные штрихи. Здесь можно поиграть с наклоном, также можно поиграть и с шириной штриха. Видите, я разворачиваю инструмент, и это одно из правил пера. То есть, видите, у меня здесь очень широкий штрих, самый практически широкий. Дальше я буду разворачивать инструмент, и обратите внимание, как меняется ширина штриха. Становится уже, еще уже, еще, до тех пор, пока она полностью не превратится в вертикальную линию. Вот это принцип пера. То есть, когда мы разворачиваем перо, угол меняется, и штрих становится уже. И по этому же принципу я сделала обводку самой рыбы. Видите, она меняется. То есть, я начала здесь и веду по форме. Иду, и у меня меняется ширина штриха. Где-то уже, где-то толще. Все в зависимости от наклона, от изгиба общей формы рыбы. Вы можете также попробовать пописать не только вертикальные штрихи, но и горизонтальные. Так. Взять чуть-чуть меньше наклон. Точнее, чуть больше. Пописать. Следующий этап, следующий штрих, это будут наши такие полукруг. Здесь, смотрите, может быть пластика разная. То есть, можно более округлую брать форму. Можно легкий, мягкий квадрат. Здесь важно, что мы начинаем движение сверху вниз. И также мы пробуем делать снизу вверх. Снизу, и я веду наверх. То есть, писать более округлую. Так. И более, такой мягкий, как квадрат. Менее округлый получается. Так. Можете подчередовать. Один штрих такой, один такой. И следующий этап, наверное, такой самый сложный. Это наши вот такие плавнички. Здесь, этот штрих декоративный. Мы его можем, ну, это вот самый простой вариант. Когда мы ставим вертикальный инструмент. Вот у меня он вертикально. А потом начинаем скруглять. Видите, вот. Я его скругляю. И останавливаюсь. И тут играем мы с наклоном. То есть, это один вариант. Можно такие делать очень длинные, большие. Вот. А можно делать более рваные штрихи. То есть, смотрите. Я также ставлю вертикально инструмент. Чуть-чуть его можно в сторону наклонить. И я веду. И я отрываю дальний угол от бумаги. И пишу только нижней частью. Нижним углом. И у меня получается, видите, такой красивый рваный срез. Вот. Чем больше и резче я буду заканчивать, тем, видите, более рваный и такой контрастный будет получаться срез. Вот. Здесь тоже мы можем поиграть и с наклоном, и с длиной. В одну сторону. И по такому же принципу мы будем делать снизу, точнее, сверху вниз. Вот. Это без среза. А вот уже когда я отрываю край. Вот по такому принципу. Это все элементы, которые мы, вы должны отработать. Я оставлю вспомогательный, опять же, материал. Пожалуйста, посмотрите, как будет, как подсказка вам, как шпаргалка. И отрабатывайте. Следующий этап. Я беру вспомогательный материал. У меня уже есть такой контур, заготовка, чтобы вам было легче именно вписать и расписать целую нашу рыбу. И я начну вот с этого элемента. И постепенно буду обводить рыбу. Там, где руки неудобны, делайте паузу, останавливайтесь. И потом продолжайте. Повторять именно форму рыбы самой. Отлично, обвели. Дальше мы приступим уже к чешуе. И здесь, опять же, вы можете немножко поиграть с пластикой, выбрать тот вид скругления, который вам будет ближе и который у вас будет получаться. Может быть так. Здесь вы можете поиграть с высотой чешуи. Сделать выше, ниже. Также поиграть с ритмом. То есть стараться чередовать. И вот так, не торопясь. заполняем полностью все тело рыбы. Можно стараться и укладывать штрихи, здесь видите, по форме. То есть немножко изменяется угол. То есть вы тоже можете это учитывать. Стараться немножко развернуть где-то элементы. Готово. Отлично. И для того, чтобы тоже немножко разнообразить, я предлагаю еще внутри и сделать дополнительные элементы. Вот так. Допустим, этого достаточно будет. Так, отлично. И дальше. Мы переходим к плавничкам. Здесь уже наши штрихи. Вы можете не считать количество их, делать на свой вкус. Вот этот штрих у нас идет уже такой с пластикой. Мы как бы закрываем так и с изгибом наши плавнички. И внутри уже делаем короткие. Следующий этап это у нас будет хвост. Тоже начинаем откуда крепится хвост. Так. и повторяем форму. И затем уже здесь заполняем штрихами с пластикой. Так. Вот. Можно еще добавить. Так. Теперь еще у нас здесь плавнички есть. Мы их делаем. Это тоже наши декоративные элементы. Я, видите, перевернула свою рыбу. Так будет удобнее. Так. И внутри маленькие. Так. Давайте еще здесь добавим. Вот так. Отлично. И теперь осталось у нас еще одни плавнички. И перейдем тогда уже к лицу. К голове. И вот эти у нас штрихи. Это идут штрихи с пластикой наши. С изгибом. И здесь красиво так закрываем. Вот так. Отлично. И остается у нас глаза. Смотрите, здесь это просто будут штрихи. Это как века у нас одно. Второе. Здесь такие маленькие декоративные. И тут тоже самое. Повторяем. Вы для того, чтобы вам удобно было, можете разворачивать лист, как вам будет комфортно. И здесь два таких полукруга. И внизу можно сделать. Можно залить полностью. сделать, например, такие а-ля зрачки, например, что-то похожее. Вот так. Поменьше тогда. Вот. Вот. И вся рыба и вся работа. Наш результат. С градиентом получается очень достаточно интересно. Ну, мне нравится всегда работа с градиентом. Работа сразу такая живая получается. Пробуйте, рисуйте свои рыбы. И, конечно же, не забывайте делиться и своими эмоциями, впечатлениями, и работами. Отмечайте нас, и я буду с радостью продолжать и готовить новые мастер-классы, чтобы мы развивались, мы делали новое, практиковали, создавали, вдохновляли друг друга и делали мир лучше. Все, счастливо, и до встречи на новом мастер-классе. Пока-пока. Мастер-классе.